Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты все вы трупы. Эта девчуля-то все раздевается, мне кажется, у нее там какая-то тьма засела, а нет, тряпичная. Я даже к монитору приблизился посмотреть, вот, вот подходящий наряд для женщины летом, видите, капюшон, все цивильно. Так, и сейчас такая ситуация в игре сложилась, как в песне, время за полночи, мне осталось три пути, ни один ли хер куда ступать, зачем идти, а, собственно, остались на выбор только унылые локации, унылый-унылый замок в локации, где везде яд, зуб дракона, охрененный, охрененный наряд, щит на невъебическую стойкость, зуб дракона тяжеленный и халатик банный. Значит, вторая, это унылая-унылая локация двери Фороса, которая вообще серая, однообразная, одинаковая, враги неинтересные и, собственно, помойка осталась. Помойка не унылая, я унылый ее не считаю, я ее просто не люблю, она мне не нравится. Но там живет сучий босс, с которым надо... у меня нету осколки, слава богу. Там живет сучий босс, с которым надо разобраться как можно быстрее, потому что я верю, что чем выше у меня левел, тем сильнее мои враги. Мне почему-то так кажется. Нет, это нахрен. Экзибит прокачаемой жизни. Я, на самом деле, не знаю, что мне прокачивать. У меня нет никаких идей, потому что никакие шмотки интересные я не нашел. А что это у меня кувырок такой паскудный? Стремный, стремный кувырок. А-а-а! Дождите, прежде чем я... О! Маску уже с берсеркера содрали. Ну, это читаки. Я промолчал, но на второй день игры не попало на запись. Я где-то слился и бежал второй раз. В общем, попался на глаза чувак. Вот, реально, игра вышла вчера только. Уже попался чувак в полном сети драконьего стражника. Это вот те два юнита, которые древнего дракона охраняли. То есть, а там еще, чтобы шлем дали, надо в ковенанте драконовском сколько-то там пвп навыигрывать. То есть... Че вот опять за значок лишний появился? Это трезвые вещи, я понять не могу. Херня какая-то. То есть, по-видимому, читы и тренеры все те же работают и в этой версии игры. То есть, ну, все мы видели бессмертных пацанов. Для кого новость, что они тут играют. Нет, сука, блядь. Какое дерьмо. Вот падла, бля. Сука, человечность, блядь, просрал. Пошла в жопу. Нет, 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 ты не уйдешь в этот раз. Нет, нет, нет. Блядь. Блядь, какое дерьмо, ёптво. Понятно, да. Здесь надо было, блядь, брать топор, который бьет не этот. Ты с такими, блядь, ударами топора можешь нахуй идти. Вот хотя бы такой. Чтобы бить, сука, сверху вниз и не задевать за этих, блядь, сраные, нахуй, богом обосранные углы. Сука, дерьмо, блядь. Да. Какая, нахуй, ароматная ветвь-то, че упырь. Слышь ты, хуй, кольцо гони. Вот урод. Чтоб ты сдох, блядь. Я-то думал, что сейчас кольцо дракона дадут, у меня все будет вообще на мази. Заебись. Я напоминаю, что колец дракона в игре три. Кольцо дракона первого левела, второго левела и третьего. Здесь, по-моему, самое слабое кольцо, но это все-таки было кольцо дракона. Оно играло важную роль в развитии персонажа. Такого, как я, который не хочет перенос вещей, прокачивать тяжесть. Да. Хорошо. Что еще, интересно, эти змеи убрали из этой игры. Пока что каких-то новшеств не так много, как потерь. То есть, игра больше потеряла, чем получила от разработчиков на данный момент. И это ароматный вес былого. Либо поможет мне пройти к тем боссам, которых все просят убить. АК Гаргульи и Анарексисты, эти трое. Либо я разморожу Орнифекс и начну обменивать пушки на хуюшки. То есть, души боссов на пушки. Да мы будем попадать этим топором, интересно, клянь? Или нахуй не надо? Ух, блядь, удар. Ух, ёб твою мать. Кто ж так бьет-то топором снизу вверх? Это что же, интересно, блядь, за техника такая? Я знаю, это техника, блядь, пьяный лесоруб. Или нахуй, это техника, сука, самый херовый викинг в мире. Где она травит, блядь, где? А, это снизу достает, ну да. Сейчас чувствую, я опять не убью этого жука. Как его можно убить топором, которым я по мобам-то, блядь, не попадаю? Подождите, у меня был обычный топор лесоруба какой-то. Топорик. Вот он. Вот он, удар. Раз, и пиздык. И нахуй, пошёл. Блядь, да ёб твою мать. Это нахуй пиздец, как сложно. Я ебал, блядь, этого. Блядь. Сейчас нахуй у меня просто взрыв, блядь, в очке произойдёт. Это... Блядь. Блядь. Пошла ты в жопу со своим ядом, ёб твою мать. Хорошо, пиздюк, блядь, хорошо. Хорошо, блядь. Хуй ты, блядь, куда денешься сейчас. Пиздец. Всё, нахуй, блядь. Какой дерьмовый момент всё-таки. Вот, блядь, это пиздец. Вот в этой, именно в этой игре, где, блядь, оружие отскакивает от стенки, загонять вот эту мандовошку в угол, блядь. И это просто, просто нахуй нету столько терпения у меня, чтобы, блядь, вот такое дерьмо выдерживать. Я не знаю. Это охуеть просто. Да-да, снова ты, блядь, снова я. Да-да. Заткнись. Сейчас, блядь, сейчас, пизда, блядь. Посмотрим, нахуй, как ты, блядь, убежишь от этого. Ой, блюдок. Не-не, это дело принципа. Мне даже насрать. Пусть от этого жука хотя бы, блядь, говна кусок выпадет. Он ненужный вообще, нахрен. Я убью, блядь, сука, принципиально его замочу. Это привидение уже задолбалось, тут дохнуть, она уже не сопротивляется. Она смотрит, о, опять ты идёшь. Я говорю, ну да. Он говорит, ну ладно. Пошла-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Я уже иду, блядь. Я уже рядом, нахуй. Этот, неугомонный, опять встал, что ли? Вот, блядь, ну давай. Оп, понеслась. Обратите внимание, куда, куда, куда сейчас кидал ножи мой персонаж, при том, что цель захвачена. И как бы ему было похуй, он хуячил в стену. Блядь. Уже даже некоторые вот эти вазы не спаунятся. Сука, давай. Ой, блядь, а из лука-то вообще урон, ёб твою мать. Да, продумали. Попробуем двуручным хватом. Кто знает. Да, сука, сдохни, сдохни. Что там у тебя было? Осколок титанита, обломок титанита, камень разрядов. На, пойдёт. Лут был не так хорош, как сам процесс, конечно, добычи его. Может, блядь, убить его нахер? Может, с него так кольцо падает? Раз, ну, давать не хочет. Говно. Ну, кстати, здесь же пол проваливается в одном или аж в двух местах. И, по-моему, там что-то есть вроде. Интересно, может быть, здесь есть ароматная ветвь? Пока тут только сраные пучеглазые жабы. Мерцающий титанит. Сука, только не в камень. Этот камень хер снимешь потом. Грубый камень. Ух ты. Заперто. А ключ у какой-то сраной статуи был. Может, переместили ключ куда-нибудь в более адекватное, доступное место. Так, это опять этот дебил. А, к нему уж тоже как-то там хер доберешься. Ароматная ветвь, пожалуйста. Душа, огненная бомба, говно. Вот у этого, по-моему, ключ от двери был. Да. Причем, где логика, блядь? Как это узнать, хуй его поймешь? Только случайно. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо посетить пенсионер. Ух ты, а что это она здесь делает? Ха. А я там был? Я оттуда не пришел или часом? Интересно. Так, этот урод мне, ну, конечно, не дает пройти, само собой. Да, клад, блядь. Вон, я смотрю. Владелец клада уже стоит, ёптель. Херте. Где бэкстаб-то? Касой, касой. Да, суночка. Блин, их в конце игры столько будет. Нахрена их здесь встречать. Так, душа отважного воина, сумеречная трава, говно. Что еще? Алибарда темного рыцаря, по-моему, да, здесь должна быть. Очищенный костяной прах. Еее. А его только в мандуле можно сжигать? Или вообще в любом костре? По-моему, только в мандуле написано, но... А что будет, если сжечь не только в мандуле? О, блядь. Стоит. Сышь, что ли, в сундук? Наверное, приоткрыл и ссыдь у него в натуре. Алибарда черного рыцаря. Да-да-да. Говно, на самом деле. Как и все алибарды в этой части, я убежден, что... Вау. Не, ну, дамаг... Согласен, дамаг ей задрали. Но это двуручный дамаг. В одну руку ты возьмешь, и все, и жопа. Неудобное очень оружие. Здесь алибарда. Оно может быть сколько угодно дамажным. Но, блин, неудобно им пользоваться. Без щита вообще стрёмно ходить как-то. Ну, это, конечно, мое субъективное мнение. Наверняка есть фанаты алибарды. Кто с первой частью алибарды... Кто в первой части игры алибарды и черного рыцаря не нагнулся живое, обязательно зафанатеет от нее здесь. Хотя она здесь не такая, кстати, летальная. Там-то вообще... Выбил алибарду, считай бога, за яйца взял. Хотя меч... Из хвоста дракона тоже неплох. Очень неплох. Так, и это ковенант тьмы здесь. Милая нежить, мы видим, что это пожилой гомосек. Так, раз он оценил мужского персонажа. Да-да-да, тьма. Хочешь, я тебе покажу, какой я темный, и убью тебя нахер? Это будет достаточно злобно для тебя, старый маразматик. Наводящий сгусток души. Ну, блин, мне нужны ароматные ветви. Мне до усеру нужны ароматные ветви. А их нет. А ещё в этом здании с горгульями, там же нападают эти ковенантовцы обоссанные, блин. Так, залечу-ка я... От миллионера. Залечу-ка я сожгу костяной прах, блин. Он-то уже был такой, что я про него забыл на полыгры. Блядь, что ты делаешь, ёптой мой. Ох. Сжечь. В принципе, можно там сжечь, кажется, костяную фигурку, и тогда ковенантовцы не смогут ко мне в бой заходить. Да, кстати, у меня дела же здесь на входе, да-да-да. Тут и преследователь, и кузнец неразблокированный. Надо, я думаю, что в этом замке... Ой, в этой серии надо разобраться с этим замком. Чтоб сюда больше не возвращаться. Убить тут всё живое. И распахнуть вход к кузнецу, блин. Да-да-да. Какой ты меткий, сволочь. Интересно, а преследователь раз за разом всё сильнее становится? Или всё такой же? По-моему, во второй раз, когда я его в плавильне встречал, он был подомажней немножко. Возможно, мне просто кажется, хер его знает. Самое отстойное, что здесь везде, сука, взрывающиеся бочки. Минус в том, что, блядь, откуда-то тут же не остались стрелять. Преследователь ушёл, блядь, заебись. Гандона. Если здесь арена с боссом, на кой хуй тут стоят эти лучники, грубо говоря. Пошла в жопу шавка. А-а-а, ладно. Хотя бы босс-то можно открыть. В смысле, кузнеца. Тут и костёр более удобный. Чё, сейчас кольцо взорвалось? Я не понял, кто мне дамаг нанёс? Ну, давай. Толкай. Тупит. Очень тупит. Отойди от бочки, от моей, придурочной. Отлично. Хочешь что-то делать, делай это сам. Чтобы было хорошо. А, ну-ка. Та-та-ра-дам. Есть контакт. Странно, конечно, политика костров в этом замке. Я, то есть, в окно здесь увидел, что есть костёр. Я не думал, что здесь кузнец есть. То есть, три шага реально здесь проходишь, и опа, костёр нашёл. Обалденно. И зачем-то здесь вот эта микрозагадка, что надо зажечь свет, чтобы кузнец встал и пошёл ковать что-то. Но он не встаёт почему-то, говнюк. Да, ну, заточек здесь. Просто не надо никого убивать. Просто вот они здесь лежат. Просто бери и иди, всё, что тебе надо. Пользуйся. Тяжёлый булт. Это вы мой не взвешивали. Ха-ха-ха. Видите, даже кузнец засмеялся. Чё он делает? Мразматик. Макдав. Живее, не до умок. Забирай ублющи. Я не помню, где я нашёл тот уголь, но знаю, что теперь я смогу закаливать оружие. И самый прикол от некоторых вот этих оружий, которые уже были закалены, что их можно вроде как второй раз закалить. И у них будет двой... А, перекалить теперь можно. Говно. Раньше у них, по-моему, двойной дамаг начинал. Не двойной, в смысле, делился на две части. Вот был 140 огненного, а стало бы 70 огненного и 70 ещё какого. То есть дамаг смешанный может было делать. Ну и, конечно, мой любимый, это камень простоты. Просто сделай из своего оружия кусок дерьма, бля, сними с него все боссы. И при этом... А, кстати, грубый камень. Грубый камень разве снимал эффект огня с оружия? То есть, я о чём говорил всегда, я не понимаю прикола в этой игре. С оружием из боссовских душ, которая не очень-то и сильная. А, вот алебарду чёрного рыцаря можно закалить на огонь. Вот, вот здесь вот, да. Вот это может нести два свойства сразу. И это будет круто. А, они добавили, что теперь... Да как направо-то, блядь, переключить, ёпты? А, здесь какой-то глюк с управлением. То есть, нельзя свободно эту кнопку перемещать. Она по порядку только щёлкается. Добавляют статов. Значения, скейлы меняются. Я не помню, как было раньше точно. Короче, не знаю. Сомнительно всё это. Всё тут... Сомнительный торгаш. Может он огненные стрелы прода... Вау. У тигана теперь здесь. Нет, огненный он не продаёт. Зато он продаёт большие осколки. Порошок. Причём он бесконечно продаёт большие осколки. Раньше-то они вроде как заканчивались. Короче, все эти... Прокачка свойств оружия так осталась для меня загадкой. Какое лучше, какое хуже. Почему... Некоторое оружие, блядь... Ну вот, камень простоты втыкаешь, оружие просто в кусок... Я так и не... Мне что-то объясняли, что... Берёт статы от самого низкого параметра. Ну и нахер надо. Всё равно оружие будет говно в итоге. Статуем от самого твоего низкого. Что надо тебе... Типа, что если у тебя все статы будут равны, тогда у тебя появится убер-пушка. С какого хуя? Каким образом? Непонятно. Блядь. Пси насрана. Блин, ударил мечом четыре раза. Смотрите, и четвертая часть ломана. Ну не четвертая, но шестая часть. За три удара. То есть, на сколько ударов, интересно, хватит тогда. Этого меча. Так, надо подготовить арену для битвы с боссом. Кто там нахуй прыгает, блядь, а? Говна кусок. Нахер они тут понаставили своих собак бесячих, а? Так, ещё один придурок. Блядь, ты чё, еблан, что ли? Ты чё творишь-то? Блядь, отличное управление, как обычно, сработало. Но ура, да-да, проклятие, охуяйте, соси. Да что за хуйня? Я же нажал, сука, на блок. Да, подготовил арену для битвы с боссом просто на ура. Арена, заебись. Сейчас ещё раз подготовлю, будет в два раза, блядь, лучше. Ой, блядь. Ну, хоть лут какой-то падает вообще прям заоблачно. Заоблачно. Отлично. Опять кусок жизни куда-то пропал. Ещё такой большой. Всё, вот этого убиваю, значит. А пока я его убиваю, на меня опять собака нападает. Вот ни раньше, ни позже, блин. Так, всё, этого убиваю и в бой. За этого гавяного босса дают много и много человечности, которая мне очень-очень нужна. Давай. Понеслась! Тем более, тут везде взрывные бочки. Сейчас он сам себя навзрывает, я думаю. Странно, что-то не попал по мне, блядь, я в шоке. Сейчас, сейчас, сейчас она дарится поймать. Там ещё стрелы эти летят, сука. От этого, блядь, гандона, который там, блядь, стоит, нахуй. Да. Во-первых, мало места. Во-вторых, у меня вес превышен. Да, блядь, хорошо. Сука, вот пиздец, нахуй. Они вот не зачистят территорию у меня без огненных стрел, чтобы взорвать все эти бочки. Пока и не снять всех часовых, главное пойти. Или я собак всех убью заранее, или лучников. И тех, и других нихуя. Блядь. А чё я такого одел-то тяжёлого? Бегал уже нормально. Шлем этот сраный, что ли? Не, шлем дохера дают. Всё, сразу вес встал, блядь, просто. Как будто поменял перчатки и весить стал, как бабочка, блядь. Опа, нахуй, кувырок. Пошла в жопу, пошла в жопу. Заебала эта собака, блядь. Где ты была-то, нахуй, а? Сука, тварь обоссанная. Вон он где стоит, блядь. Пушлёпок, нахуй, конченный. Да, да, ни нахуй. Нет, пиздец. Я, походу, нихуя его сегодня не убью, потому что, блядь, хуйня какая-то. Я не знаю, блядь, что не так на этой арене, блядь. Я просто вот именно здесь не могу, сука, с ним драться, блядь. Это тупо нахуй. Блядь, или собаки, или лучники. Или ты можешь их, нахуй, 80 раз убить, и они перестанут тут, блядь, мешаться. Пошёл нахуй, блядь, чёрт ебаный, блядь. Стоит тут, сука, говно, блядь. Следующий, дебил, я вас, блядь, из принципа перехуячу сейчас. Козлы, блядь. Ну, давай, выходи, блядь, чё. Вот один на один выходи. Какого хрена, блядь? Только когда твои этих, блядь, говноеды здесь бегают, что ли? Только тогда ты, нахрен, к бою готов. Дерьма, кусок, блядь. Блядь, эту собаку аж жопой в стену воткнул, блядь, со всей пролетарской ненавистью. Ой, блядь. Блядь, ну какой еблан придумал 80 этих собак тут наставить? Ёб твою мать, нахуя они здесь в таком, блядь, количестве нужны? Блядь. Да-да-да, блядь. Какой ты молодец. Где шавка последняя? Разбей вот это, а. Разбей её, нахуй. Да, всё, блядь. Полтора квадратных сантиметра для боя. О, собака уйдёт, смотрите. Ой, и стрелы стали попадать, блядь. Да ну нахуй, нет, ебалая вру. Пусть тут, блядь, сам, нахуй, разработчик, блядь, с ним сражается в таких, блядь, ебананских условиях. Это просто пиздец какой-то. Главное, что вот нету возможности просто предварительно даже зачистить. Просто её нету. Либо от того костра идёшь, либо, блядь, от этого и где-то, нахуй, на середине дороги вылезает этот босс. То есть, когда ты от него уйдёшь, он обидится, блядь, испарится и второй раз уже не выйдет. То есть, он не хочет ждать, когда ты избавишься либо от этих уёбков, либо вот от тех, нахуй. Да пошла нахуй, блядь. Пошла нахуй, пошла в жопу. Сука, тварь, ебаная. Да-да-да, нахрена я буду эстусу тратить. Чё, собаки-то ещё не заебались тут появляться? Не, вот мой, блядь, пожалуйста. Первая, вторая, блядь. Какой-то хуй тут. Помощник какой-то. Убалденный, блядь, иди территорию зачищай. Заебись вообще. Вот, кто придумал взрывные бочки, просто красавчик, блядь. Я думаю, что мир игр был бы, блядь, скучен и уныл, если бы какие-то долбоёбы не придумывали взрывающиеся бочки, взрывающихся мобов, блядь. Это лучшее, что есть. Да-да-да-да-да. Кто-то придумал ему дать магию, блядь. Опять взрывающиеся бочки, очень классно. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Почему-то лежачих, сквозь лежачего меч пролетает насквозь без дамага. Нормально, пойдёт. Не стали же они ебаться и исправлять баг, где, если ты играешь в 60 фпсовую игру, у тебя в два раза быстрее ломается пушка. Нахуя? Так сожрут, блядь. Пошли нахуй, уроды. Хуй с этой ветвью. Ветвью. Раз все так просят убить этих, блядь, двух боссов, их убью. Как убивается этот ебучий преследователь. Все уже видели раньше. Я вообще не вижу смысла, блядь, пихать его теперь на каждом шагу. Тем более, что убежать от него вообще не проблема. Только что кольцо клинков из него выпадает потом плюс один, плюс два. Так, да-да, здесь же 800 мобов нападает, точно. Это же тоже, блядь, отличный момент. Меч уже разломан, нахуй, об их бошке пополам просто, смотрите. Капец, я как будто этим мечом, не знаю, туннель в скале, блядь, прорыл, нахуй. Не убил здесь человек. Блин, капец. А что это за место? А, это обход к костру, да-да-да. А здесь, по-моему, дверь в пустоту. Может, кто-то тут подтолкнуть тебя должен, не знаю. Ах, да, значит, первыми в расход, видимо, пойдут эти три анорексика. Надеюсь, туда-то хоть руту арбалетчиков поставить, блядь, не догадались. Да, поломан, да мне похуй, что поломан. Че вы мне предлагаете делать? Ну, чистый самоцвет. Пилигрим Беллер. А, у Пилигрима Беллер на лбу надета вот эта вот, тиара львиных людей. А, че тут костра не было, разве? И хер ли мне там делать со сломанным оружием? У меня есть порошок починки, но он полностью сломанный. Предмет-то вроде не чинит. А, может, чинит. Хуи не чинит, заебись. Причем он до хуя денег стоит, а я его сейчас просто выбросил, можно сказать. Да, че нет. Здесь просто надо, наверное, запустить 30 фпс-ную игру, чтобы хотя бы до босса дойти, да, со своей пушкой. О, молот, мастер, мне нравится. 166 атаки. Прочности, да хрена. Скил, че, Б от силы, вообще шикарно. Я с вот этой пушкой вообще всю игру проходил. Только из-за ее прочности. Что не бывает такого, что идешь-идешь, потом раз, он сломался, блять, перед самым боссом. Скил, че, блять, перед самым боссом. А, я просто думаю, что, может быть, здесь есть проход к горгульям какой-нибудь. Я что-то вообще не помню. А, за ними. После анорексиков. Анорексистов. Кто здесь оставил? Фелиция, храбрая, зашибись. Теперь двух фантомов можно призывать на бой. По-моему, раньше один был. Так, а если я кому-нибудь помогу в бою, мне меч-то починят? По-моему, нет. Меч уже можно только у кузнеца починить теперь. И это просто шикарно. Ну, собственно, сбегал, меч-то починил. Но тут есть одно но в том, что меч-то огненный. А боятся эти персонажи совсем не огня. Ну, ладно. И так долго откладывал бой с этими тремя... ...гражданами. Ой-ой-ой, а что это он так дохнет-то быстро? Куда ты пятишься? А дохнет он так быстро, потому что это не новая игра плюс, где они... ...живучие, как, сука... ...демоны зла. Заебись. На этом балкончике с тобой тут, конечно, весело, блядь. Но ты заёг меня уже. Шёл нахер. Да, каким же всё это сложным казалось мне именно в первый раз. Оп. Блядь. Давай-давай-давай, что-нибудь делай. Блядь, петух, сука, ссаный второй, блядь, пришёл. И пизда. Как тут, блядь, уворачиваться, сука, от их, блядь, грабили, от этих длиннющих... Они ещё могут и щит кинуть, по-моему. Причём, у кого из них там мало жизни, я не понимаю вообще. Вот у этого. Кто из них? Алисей, алисей, блядь. Шёл нахер. Алисей, блядь. Да, на Рексике. Ваши не пляшут в этом бою вообще. Блядь. Ну это... Сука, дайте мне вот такую алибарду, пожалуйста. Одним взмахом, чтобы я, нахуй, в начале игры вмахнул, блядь. И попал по яйцам древнего дракона, который в конце игры сидит, блядь. Потому что мне именно такой представляется дальность поражения у этой, сука, палки, которая у него в руках. Куда ты так резко дёргаешься? Мне же не достать. Ой-ёй-ёй. Да. Если бы я был в тяжёлой броне, интересно, они бы вообще урон мне наносили? Чё-то как-то странно всё это стало здесь. Они вроде как мобов добавили, и вроде как боссов-то, которые раньше были, попроще сделали, что ли. Кроме этого преследователя, который там с кучей мобов стоит, как ублюдок. А есть какое-то заклинание, по-моему, лежит. Эх, бесшумность. Обалденная хрень, наверное. Не знаю, какая разница шуми. Есть ли что тут? А, бесшумность, невидимость дает, да. А чё, щит вот так здесь останется? Я, по-моему, ловко его отбил в сторону, и он вонзился. Тоже, блин, да, Капитан Америка нашёлся, охереваю. Метнул такой, блин. 58 тысяч, кстати, за его жопу мне дали. Ой-ой-ой, в натуре. Не обманули, надо же. Тут самый прикол, чтобы постараться не разбить этот сундук. Вот на хрена мне это надо? Ну, что это такое? Ну, что за лут вы прячете в секретках? Кому это надо вообще? Просто кусок говна какого-то положили. Душа солдата. А, у него теперь жопа ещё и искру даёт, да? Чтобы пукан бомбил просто. И взрывался в прямом смысле. Да иди нахер. Вот, я, конечно, могу попробовать попытаться ещё горгулей в этой серии мочкануть. Но, блядь. Этот ковенант этих синих колокольчиков, они, сука, подвое вторгаются, блядь. На ковенанта в этой игре, конечно, редкая тупизна, по-моему. Ещё одна стена. Хереть. Да кто-то ж тут прошёл, все стены общёлкал, смотрю. А чё за прикол? Ха, ну да, точно. Подожди, а чё, я назад не допрыгну, типа? На хрена мне тогда косточки вашего возвращения? Так, хорошо. Здесь куда дорога-то, собственно, идёт? Одна идёт к горгульям, а вторая куда идёт? Какую-то срезку, по-моему, да? А вот это к горгульям или нет, интересно, дорога? Нет, горгульям вниз. Я помню. Так, слетать в Мандулу, что ли? Души потратить. А то опасно, блин. С этим говноковенантом шутки плохи. А может, самому в него вступить-то? Да, они не смогут ко мне вторгаться. Я ж буду их собрать по ковену, нет? У тебя хер его поймёшь. Так. Чё я хотел? А, физичку. Чё-то таскать на горбу. Вещи потяжелее. А, просто так руками взмахнуло. И, пожалуйста. А, подожди-ка, ну-ка ещё, ещё чуть-чуть. Силёнки богатырские. Угу. Так. Фляги с эстусом у меня нету. Это я уже тоже сделал. Ну, всё, понятно. Вот здесь, по-моему, вход, что ли. Монастырский талисман лечит отравление. А, отравление лечит. Ну, как? Я даже знаю место, где он пригодится. Чё, неужели тут никто не накинется? Тут даже раньше собаки были. Ёб твою мать! Ты охуел, что ли, дружище? Вот вам, блядь, и горгульи, нахуй. На, горгулькой. Отличный, блядь, ублюдок. Вот тебе повезло-то, а. А тут ещё на ключ камень всё закрыто, что ли? Блядь, не успел парировать. Получи! Да-да-да-да. Это комбо прям вошло как надо. Почему-то, когда персонаж начинает наносить замах, уже перестаёт... Чё это делаешь? Перестаёт восстанавливаться выносливость, а удар наносится гораздо позже. Чё-то я не видел, чтобы он так умел делать. Подлый хуесос. А, всё, пизда. Не помогают тебе тут арбалетчики, мудила? Вот и сдох, говно. Ах, блядь. Да. А его чё теперь? Реально будут пихать, блядь, на каждом шагу, что ли? Тут, наверное, теперь в лес посрать не пройти, чтобы он не вылез. Ключ камень, да, пожалуйста? В этой игре почему-то есть такие места, где ключ камень фороса вставлять, только просто его просирать в никуда. Ты его вставляешь, тебе говорят, спасибо, я пошёл в жопу, всё. То есть... Я несколько таких мест помню, там... То есть в одном месте там вода просто изо рта вот этой лица на стене вытекает. Там такие абсолютные глупости, я не знаю. И очень жалко было порой, у тебя был последний камень фороса, ты его там берёг. Ну, в начале игры-то показали, что за камень фороса там даёт какое-нибудь редкое кольцо, пушку, там ещё что-нибудь. Ну, вот, кларанти там за камень. И думаешь, ну, сейчас я тоже вот вставлю. Вставляешь, а там тебе... Гуляй. Я хочу вступить. Я хочу вступить. Вот уёбок. Вот, смотрите, ты, блядь, я даже войти не успел, как кто-то в торксе. Причём, мне кажется, это маг. А у меня нет моего солнечного меча для пвп. И знаете, что самое отстойное? Что этот фантом стоит наверху, рядом с вот этими колокольчиками, чтобы вместе с мобами на тебя напасть. Он никогда в жизни не пойдёт сюда один. Максимум, он подождёт, пока кто-то вселится ещё. Но точно один он сюда не пойдёт. Почему нет фантомов? Вон он стоит. Забирайте его ещё с двуручником. Красавчик. Да-да-да, и он уходит, типа. Ну и нахуй, я к тебе тоже не пойду. Ты умный, блядь, но я тоже, знаешь, такой, нахуй. Хитровыебанный. Время выйдет, ты пропадёшь, блядь. Всё, ну и я жив останусь. Не жалко тебе тратить время, мне тоже похуй. Почему нельзя-то? Дерьмантин, блядь. Гениальным решением было разместить башню Гаргули и в этом поганом Ковенанте, блядь. Просто вообще. А, вот я, да, вы не можете. Скучные, вы видите, колотят. Эти мальчики-колокольчики, они очень живучие, очень дамажные. Если он, сука, блядь, если у него яйца такие маленькие, что он не может идти драться один на один, нахуй он вообще носит это кольцо, блядь. Иди, блядь, бейся с мобами, блядь, до усрачки, я не знаю, что не делай. Пиздец, игрок, блядь, попался, ёбнулся, нахуй. Вон, видите, призрак стоит. Вот он и выманивает под призрака сюда. Да, я умру, блядь, сразу, как туда подымусь. Да, да, да. Перепутал кнопки из-за этого долбаного лука. О-о-о, вот он дождался. Игрук-то он не очень, походу. Ни хуя не соображает. И что, это он там полечился, что ли? Ну, пиздец. Очень-очень интересный файтинг, хочу заметить, просто потрясающе. Пошёл нахуй, дебил. Не рой другому яму, дружище. Принимай меня в свою хуйню быстрее, блядь, чтобы, сука, ни один мудак больше ко мне не влез. Отлично. Просто взял мне, блядь, и... В серию растянул, нахуй, на пять минут своим присутствием. Ну, я рад, что я хотя бы победил. Если бы я проиграл, серия бы сейчас закончилась просто молниеносно, моментально. Просто наверху... А, я на новой игре плюс в последний раз тут ебался. Это было вообще жесть. Наверху, короче, помимо вот этих чёрных фантом... Вот этих колокольчиков, фантом... Фантом звонаря, короче, красный вот такой бегает. Очень сильный, очень дамажный, блядь. И... Как будто мало этого... Вторгалось ещё два фантома из Ковенанта, блядь. И вот они втроём ждали меня наверху, когда я вылезу из этой лесенки, которая туда ведёт на крышу. И как только показывалась моя голова, я просто сразу умирал, нахуй. Не от этих, так от тех, блядь. То есть, это было настолько просто бесячее, что, блядь, я ненавижу это место. Мне похер на горгулий, но этот Ковенант здесь, это просто нечто. Ну, блядь, ну увидите, да, сколько их здесь. Вот, вот это вот, блядь, тело, которое сейчас торгалось, оно могло просто стоять, мне здесь у люка ждать, вот вместе с этими двумя, тремя напасть. Я бы уже слезть никуда не успелось, нихуя. Тут бы я и помер. Поэтому, по-моему, очень странный вход, не вход, а вход от разработчика, вот. Просто эти вот свои, внедрять Ковенанты. Так, хотя бы, я не знаю, мне бы на помощь кто-нибудь тоже приходил, чтобы хотя бы равная борьба-то была, чтобы у меня шансы были, ё-моё. Так, нет, с фантомами тут, со своими дружественными нельзя. Самый вообще глупый Ковенант, Ковенант о Синих Рыцарей. Я сколько не носил Синий Персень, меня ни разу в бой не призвали. Вообще ни разу. Поэтому было бы, конечно, классно, если бы здесь нападал на тебя Ковенант Звонарей, а к тебе на помощь Синие Рыцари приходили. То есть, и здесь бы постоянно была арена массового ПВП, но такого нету. Есть вот один какой-нибудь, ворвётся к тебе и давай тут дрочить бегать. Что, конечно же, фигня полная. Они бы ещё вторгались, знаете, вот в бой с горгулями. Прямо сюда давай, нападай. Причём я в первой части игры с горгулями очень долго бился, они были очень сложные. И когда я увидел, сколько их здесь, я просто, блядь, чуть в уморок не ёбнулся. Я думал, что всё, дальше никогда не пройдут. И здесь, по-моему, бой-то всегда один на один ещё с ними. Сейчас их уже три должно стать. Если я правильно помню. Каждый раз, когда одной твари половину сносишь, вылетает новая. Поэтому нельзя держать, сука, много половинчатых. Одну выбрал, сносишь её. Одну выбрал, сносишь её. Тогда ты будешь драться всегда против двух. Потому что если их станет четверо, потом пятеро, шестеро. Они просто тебя зазыргуют, не знаю, зажмут тебя в угол. Две будут бить, вторая огнём будет поливать. Вот так вот. Вот так вот будет делать. А вот, видите, вот третья. По-моему, они не любят молнию, если я не ошибаюсь. Здесь вообще, в этом замке, по-моему, все не любят молнию. На что им похуй, так это на огонь. Блять, говно. Единственный плюс, то, что не все статуи раньше оживали. Какие-то так и оставались каменные. И это, блять, спасибо разработчику. Потому что если бы... Если бы я делал игру, они бы просто все разом нападали. Разрывая жопу игроку. И наступал бы, блять, гейм-овер полный. Сука, не дают атаковать. А в этой части вроде хвост нельзя им, да, трубить, чтобы из него молоток сделать. Секиру, то есть. В первой части ДС, тем и было прикольно, что у каждого босса, практически у каждого трубался хвост. Превращался в оружие. Блять. Но это было опасно. Люблю, когда они взлетают здесь. Но не люблю, когда... Сука, заспим. Еще об них мой меч просто... Развафлился в лоскуты, я не знаю. Наконец-то. Правда, несколько раз я чудом только не сдох. Но главное здесь, как я уже сказал, помнить, что нельзя пиздить толпу горгуль и одновременно. То есть здесь обычно маги, я знаю, страдают своими суперкастами. Типа, ебнуть сразу по всем, ура! Ну, у всех горгуль становится половина, и вылетают сразу тебе еще две горгуль и уже фуловые. Так что вот. Здесь какой-то хмырек вроде стоял, нет? Ну, может, нет. А, он там появлялся дальше. Южное ритуальное кольцо. Что-то делал оно, я его никогда не носил, по-моему, какой-то фуфлыжный. Магическое, по-моему. Добавляет ячейки для... Ага, да, супер. Ради этого действительно стоит, стоит бить горгуль, даже если ты не маг. Я не знаю, мне кажется, за такими боссами, под их жопами должно что-то лежать. Ценное для всех классов сразу. А не, блядь, южная ритуальная гамма. Внизу было досранный собак и один красный фантом. Но я думаю, что остатки этой локации и что-нибудь из следующей мы увидим уже в следующей серии, потому что... О, какой появился. Потому что уже напсиховался, наубивался. Если бы не этот сраный преследователь с кучей собак, мое настроение было бы целее, я не знаю. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.